Все на борьбу с коронавирусом. Всем привет, это канал Старт. Живи с комфортом и сегодня расскажу о том, как можно топить пеллетный котел в том числе и обычными дровами. Нас очень часто спрашивают на выставках, подходят и говорят, а можно в бункер загружать дрова? Говорю, что да можно. Показываю, как это делается. Берется полено, березовое полено и вот так загружается полено в бункер. Закрываете бункер. Теперь нужно подождать немножко, пока полено опустится до шнека. Как только полено опустится до шнека у вас сработает автоматическая защита от блокировки шнека. Это, конечно же, шутка. Дрова засыпать или класть в бункер их нельзя. Котел не работает на дровах, когда вы толкаете их в бункер. Но положить в бункер вы можете дрова. Никто не запрещает это вам делать. Это был первый вариант, не работающий вариант. Второй простецкий вариант, когда у вас есть какие-то древесные отходы, у вас магазин и вам нужно утилизировать свои обрезки, остатки там от упаковки. Что мы делаем? У нас также есть какие-то обрезки от упаковки. Когда мы делаем отгрузку котлов, делаем жесткую упаковку, обрешетку из досок и вот такие кусочки у нас остаются. Эти куски досок вы можете прямо накидывать на горелку. Прямо в чашу горелки вы можете эти куски накидать. За счет того, что там высокая температура, все это у вас сгорит. Естественно топлива пеллетного у вас будет расход меньше за счет того, что вы уже добавили топлива себе в горелку. Это был первый вариант. Второй вариант. Вы кладете в топку колосники чугунные, которые идут в комплекте с котлом. Вот такие колосники вы кладете в топку котла ровной стороной кверху. Потому что вторая сторона она вот такая. немного выгнутая, но правильно класть плоскость стороной кверху. И эти колосники вы туда толкаете. После того, как вы положили колосники, вы можете на эти колосники уже класть обычные дрова полноразмерные, какие-то деревяшки и их туда заталкивать. Но имейте ввиду, что если у вас пеллетная горелка настроена идеальным образом, с небольшим избытком кислорода, то для сжигания дополнительного количества топлива у вас может не хватать кислорода. Поэтому что нужно сделать? Можно добавить немного воздуха в настройках пеллетного котла, в настройках автоматики. Первый вариант. Второе. Можно открыть поддувало у котла, чтобы естественным образом у вас воздух поступал внутрь топки. Потому что если у вас не будет хватать кислорода, то топливо, которое будет находиться в факеле пеллетной горелки, оно будет просто разлагаться на составляющие и концентрация СО у вас будет безумно расти. Да, у вас древесина утилизируется, но пользы от этого вы никакой не получите. То есть дополнительного тепла у вас практически не будет. Естественно будет очень большой вред окружающей среде. Это был второй вариант. И третий вариант. Это когда вы хотите использовать пеллетный котел только на дровах. В этом случае вы также кладете колосники, но нужно чтобы в пеллетной горелке у вас не было пеллет. Чтобы котел также по-прежнему обеспечивал поддержание заданной температуры на том же уровне, вам нужно в настройках автоматики изменить время подачи топлива, отключить полностью шнек, чтобы шнек у вас не работал, но воздух чтоб при этом подавался. За счет того, что воздух у вас будет подаваться, но шнек не будет работать, у вас котел по сути будет находиться в полуавтоматическом режиме. Обеспечивается поддержание температуры за счет управления вентилятором. То есть за счет вот такого управления у вас будет обеспечиваться стабильная температура на выходе котла при работе на твердом топливе. То есть можно просто вытернуть конечно шнек из контроллера, чтобы не сбивать настройку по времени подачи топлива, но можно и просто выключить работу шнека. Это был третий вариант использования пеллетного котла на дровах. И кстати еще забыл сказать в самом начале, не забывайте ставить лайк на видео. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях свои вопросы или пожелания по тому, что бы вы хотели услышать в следующий раз. Если вы еще не подписались на наш канал youtube, обязательно подписывайтесь. Каждую неделю у нас выходит новое видео по котлам, по системам отопления. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления, когда новое видео появляется на канале youtube. Еще один такой момент. После того, как вы закончили использовать котел на дровах, когда вы только использовали его на дровах без пеллет, зола у вас попадает в чашу горелки. И в тот момент, когда вы соберетесь переходить на пеллет и снова вам нужно пропылесосить чашу горелки тщательно, чтобы золы у вас в чаше не оставалось. Если вы оставите золу внутри горелки, эта зола будет работать как абразив, как шкурка и шнек будет изнашиваться очень и очень интенсивно. Поэтому не забудьте вот этот момент сделать, чтобы зола у вас отсутствовала в тот момент, когда работаете на пеллетах. И еще один момент. Когда вы используете дрова в сочетании с пеллетами, вы увеличиваете мощность котла. Но уровень вредных выбросов, температура дымовых газов может уже повыситься по сравнению с работы на пеллетах. Надеюсь это видео будет вам полезно и теперь вы видели наглядно, как работает пеллетный котел в режиме совмещенном с дровами или просто с твердым топливом. Потому что многие это знают только в теории. Сейчас вы видели, как это все выглядит на практике. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.